26-метровая пожарная Каланча на Хлебной площади в совершенно особенном для Самары месте. Здание 19 века постройки сегодня одна из главных достопримечательностей города. А еще два года назад оно выглядело совсем иначе. Здесь провели полную реконструкцию и зимой 2014-го открыли музей и учебный центр МЧС. На работы по восстановлению памятников архитектуры потребовалось 170 миллионов рублей. Существенную поддержку оказал федеральный бюджет. Но это лишь первые шаги в преображении исторической Самары. Этот памятник культурного наследия на самом деле в исторической части города придает некий шарм. И, может быть, эти первые шаги, которые будут формировать дальнейший наш вектор преобразований в исторические части города. Министр культуры России Владимир Мединский, который видел здание еще до реконструкции, отметил, насколько значительные перемены произошли. Объект не только отреставрировали, но и наполнили его жизнью. В музее пожарного дела можно увидеть экспонаты исторические и современные и услышать рассказ о подвигах героев МЧС. Там, где начиналась история города, в перспективе создадут еще один музей – археологии. Он может разместиться над местом раскопок на Хлебной площади. Здесь обнаружили остатки деревянной крепости 18 века, где бывал Петр I. Бревна крепости планируют накрыть стеклянным павильоном. Дальнейшее изыскание ученых поддержит Министерство культуры. В следующем году будут выделены средства на продолжение раскопок. В центре внимания сегодня и другой объект, известный во всем мире – здание фабрики кухни, где ведется реконструкция. После завершения работ в нем разместится филиал Государственного центра современного искусства. Проект получил федеральную поддержку в 400 миллионов рублей. Действительно разительная разница, потому что мы были в разрушенном де-факто несуществующем объекте, который бережливо восстанавливался. И дело не просто, что там восстановили стены, старинную кладку с пронумерованными кирпичами. Дело в другом том, что это наполнили жизнью. То есть это объект, который имеет функционал. Министру культуры России представили еще более десятка проектов восстановления исторических памятников. Работа над которыми уже идет – это издание бывшего коммерческого клуба на улице Куйбышева и памятник деревянного зодчества «Дом купца Маштакова» и создание ретро-отделения почтовой связи на Молдогвардейской. У нас большое количество других планов, предложений, которые мы сегодня презентовали министру. Очень рассчитываем на его поддержку. И наша задача – сделать все, чтобы к чемпионату мира по футболу, к 2018 году центр Самары. И Самара в целом представляла собой красивый город, являющийся центром истории, культуры. О многообразии культурного наследия областной столицы вдохновенно рассказал известный архитектор Ваган Каркарьян в своей книге о Старой Самаре, которую министр культуры региона Сергей Филиппов подарил Владимиру Мединскому. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.